Здравствуйте! Меня зовут Лидия. Я родилась в Советском Союзе в Тамбове в 22-м году в семье машиниста. Жизнь навсегда связала меня с железной дорогой. Я, мой младший брат Николай и наш отец Сергей Тимофеевич жили в небольшом домике на полустанке. Железная дорога проходила так близко, что я узнавала паровоз отца, когда он проходил мимо. Конечно же, я хотела стать как папа, машинистом паровоза. Но он был категорически против. Говорил, не женское это дело, Лидка, поезда водить. Однако я настояла на своем, поступила на курсы помощников машиниста в белорусском городе Гомель и закончила их с отличием. В свой первый рейс я отправилась весной 41-го года. В свободное время я шла по вагонам. Мне казалось, лично я несу ответственность за все, что происходит в поезде. Плацкартные вагоны всегда полны самых разных людей. Они как пестрая картина нашей прошлой жизни. Вот здесь шумная компания. Это военные моряки. Бравые ребята. Ладные да крепкие. Как обычно, знакомятся с попутчицами. А куда без веселых разовощеких туристов? Тут как тут. Почти в каждом вагоне выходные треть пассажиров в спортивных костюмах. Летом велосипедисты, зимой лыжники. А еще грибники и рыболовы. На каждой деревянной скамье вагона такие разные и в то же время словно знакомые всю жизнь люди. Казалось, вот так мы и ехали тогда. Одной большой советской семьей. Солнечным летним днем в каком-то уютном, хоть и жестком плацкарте. А здесь, в жарком июньском воздухе, пахнет полевыми цветами и дорогим одеколоном. Это командир из сталинских соколов. Так мы называли наших советских летчиков. Вырвался из своего приграничного аэродрома на свидания с любимой девушкой. В один миг куда-то исчезли и пряные ароматы цветов, и густой дух грузинской махорки, и сладковатый запах материнского молока. Все это исчезло в то самое раннее утро 22 июня 1941 года, когда мы узнали, что началась война. Немцы бомбят наши города. Немцы бомбят наши города. Но жители многих из этих городов узнали о начале войны не по радио. Опережая радиосигнал огнем и взрывами, криками и стонами, смертью, разрушением в то роковое воскресное утро, война известила о себе сама. Самыми первыми вражеский удар приняли наши пограничники. Каждый дот, каждая укрепленная позиция стали серьезной преградой на пути захватчиков. Я слышала, что гарнизон одного из дотов сражался почти две недели, не давая фашистам пройти по железнодорожному мосту через Буг. Но главным символом стойкости и беззаветного мужества советского человека для меня навсегда останется Брестская крепость. Именно приграничный Брест был одним из пунктов моего последнего маршрута по Белоруссии перед войной. Крепость мне тогда увидеть не удалось, она находилась в стороне на самом юго-западе города. Но в свободные минуты я успела прогуляться по уютным улицам среди аккуратных невысоких домиков. Город запомнился яркой зеленью, насыщенным ароматом цветущих повсюду садов, а еще необычными нарядами местных модниц. Кто мог знать, что через какие-то несколько недель всю эту безмятежность в одночасье сметет огненный вихрь? О героической обороне Брестской крепости я, как и многие, узнала спустя годы после войны, прочитав книгу Сергея Смирнова. Описанное в книге настолько поразило меня, что при первой же возможности я снова поехала в Брест, чтобы наконец-то увидеть крепость своими глазами. Они сражались вопреки всему, с какого-то момента без связи, без воды, без продуктов и медикаментов, не зная, что происходит за стенами крепости, по велению собственного сердца и совести. После массированного артобстрела немцы входили на территорию Брестской крепости спокойно, уверенные в том, что гарнизон практически уничтожен и уже к середине дня 22 июня крепость будет зачищена. Но они ошибались. Оставшиеся в живых бойцы, объединяясь в небольшие группы в разных частях крепости, еще неделю оказывали врагу ожесточенное сопротивление, не прекращая попыток осуществить прорыв из цитадели. Именно здесь, с самых первых шагов по советской территории, фашисты поняли, что война на Восточном фронте будет совсем иной. Защитники Брестской крепости отдали свои жизни во имя будущей Великой Победы. «Умираем не срамя. Прощай, Родина». Надпись оставлена одним из бойцов на стене крепости. Это были не только предсмертные слова храброго солдата. Это был зов человека, который готов был пожертвовать собой ради спасения отчизны. Конечно, многим советским людям, и мне тоже, хотелось верить в скорую победу. Помню о других словах, услышанных в радиосообщении 22 июня 1941 года. «Враг будет разбит, победа будет за нами». Мало кто мог предположить тогда, что победа придет только через бесконечно долгие четыре года, и заплатить за нее придется неизмеримо дорогой ценой. Война. Странные и страшные ощущения. Почти сразу появилось одно общее на всех чувство, какая-то тянущая тревога. В октябре 41-го я оказалась в подмосковном поезде. Я тогда уже машинистом была. Как же все изменилось за несколько месяцев. Теперь вместо удочек и лыж в руках у пассажиров были винтовки. А главное, люди стали другими. Враг был километрах в двадцати от столицы. Помню, как курсантам-первогодкам выдавали солдатские медальоны. Маленькие такие пенальчики с бланком внутри. Политрук объяснял, как его заполнять. Фамилия, имя, звание, адрес семьи. Это чтобы, когда убьют, знали, куда похоронку слать. Горько мне было смотреть на это. Слезы душили. Так случилось, что защищать столицу оказалось неким и нечем. Вот тогда и поднялась на защиту Москвы та самая публика из солнечных довоенных вагонов. Наравне с солдатами в строй встали рабочие и госслужащие, студенты и профессора, даже музыканты из консерватории. Странное это было зрелище. Интеллигентные люди в круглых очках с тонкими оправами. Они неумело держали винтовки руками, которыми еще вчера держали скрипки. На поезде до конечной, а там прямиком на передовом. В Москве я хотела встретиться с младшим братом Колей. Весной он уехал учиться в столицу. Поступил в железнодорожное училище на ремонтника. В Москве я брата не застала. Он записался добровольцем в дивизию народного ополчения. Весточку от брата я получила только в начале 42 года. Он отправил письмо еще 16 октября из деревни Бородино. Той самой, где когда-то русские войска уже стояли насмерть. Мой брат Коли написал «Милая моя сестренка, шлю тебе привет из окопа на знаменитом Бородинском поле. Сложно описать тебе все то, что творится сейчас вокруг меня. Горит земля, горит металл, горят люди. Не ждите, живым отсюда не вернусь». Больше Коли писем не присылал. Пропал без вести осенью 41-го. Однажды уже в конце войны на одном из железнодорожных узлов наш паровоз забрал страшный состав. Сказали на дезинфекцию. Комендант посоветовал не подходить близко. Вагоны буквально кишели вшами и другими паразитами. Они переносили тифы, мы все очень боялись заболеть. Эшелон этот состоял из товарных вагонов, а они совсем не предназначены для людей. В таких немцы перевозили миллионы наших военно-пленных. Их загоняли в эти холодные вагоны, как скот. От тесноты даже сесть было невозможно. В дороге почти не кормили и не поили. Умирали там сотнями, а бывало и так, что до лагеря добирались лишь единицы. Советских пленных отправляли на самые тяжелые работы, в шахты, рудники, на химическое производство. А то и вовсе использовали для медицинских экспериментов. Немногие выживали в этих трудовых лагерях. Когда партия рабочих умирала, приходил новый эшелон с людьми. Конвейер смерти. «Когда немцы оккупировали наш район, мой отец ушел в партизаны. Во время лесного перехода отряд попал в засаду. Отца сильно контузило. Он не любил вспоминать плен и почти никогда о нем не говорил. Видно, такое невыносимо было даже помнить. Только несколько раз мне удалось поговорить с ним по душам. Среди всего этого парализующего ужаса, вспоминал отец, были люди, похожие на сваи в речном потоке. Их было немного. Ни пытки, ни голод, ни холод не смогли их сломать. Эти смельчаки подавали другим узникам пример. Зажигали в них надежду и воскрешали волю. Благодаря одному из таких стойких людей, — говорил папа, — я и выжил. Осенью 42-го года я чуть не погибла. Бомба упала совсем рядом с паровозом, и осколки попали мне в ногу. Сначала я лежала в обычном госпитале в Подольске, а потом начальник нашей колонны где-то похлопотал, и меня перевели в один из санитарных поездов. Они тогда курсировали по всей стране, забирали раненых из прифронтовой полосы и развозили по госпиталям. Сложнейшие операции делали прямо на ходу. Сколько жизней спасли. В общем, новый 1943 год я встретила в санвагоне. Конечно, любой госпиталь — тяжкое душевное испытание. Тяжело было видеть красивых молодых солдат, искалеченных войной. Многие из них вообще не хотели жить. Зачем? Кому я такой нужен, помню, кричал врачу, 20-летний парень. Ему ампутировали обе руки и обе ноги. Мы с медсестрами успокаивали его, как могли. Хотя, что тут скажешь, чем успокоишь? Часто бывало выбрасывались такие на полном ходу. Невыносимо было все это видеть. Довелось мне тогда увидеть знаменитого микробиолога Зинаиду Ермольеву. Она с московскими врачами новые препараты испытывала. Пенициллин. Это был первый советский антибиотик. Благодаря препарату в конце войны почти не было ампутаций и заражений крови. Еще в начале войны вывезли не только заводы, но и научно-исследовательские институты, лаборатории разные. На одном из полустанков я наблюдала погрузку эшелона. Видимо, секретный какой-то груз был. Из вагона выпрыгнул бородатый человек в запачканном мелом пиджаке. Это был Игорь Курчатов, отец советского атомного проекта. Я узнала его по фото уже после войны в 49 году. Баня на войне. Если не самое главное, то одно из главных дел точно. А где помыться, постираться солдату на передовой? И тут не обошлось без поездов. С этими банно-прачечными составами связана была одна забавная история. Мне ее девчонки с санбригады рассказывали. Дело было под Сталинградом. В начале февраля 43-го года к ним привезли немецкого фельдмаршала Фридриха Паулюса. Крепко задали тогда жару немцам наши войска. Какая радость была. На всех фронтах только об этом и говорили. Ну все, теперь точно погоним врага прочь. Только в плен сдалось почти 100 тысяч немцев. После шести месяцев Сталинградского сражения Паулюс уже совсем не был похож на завоевателя. Посмотрел на него генерал Рокоссовский и решил, перед тем, как везти пленного в Москву, нужно отмыть его как следует. Немец от бани отказался. Мылся под душем. Мыло себе туалетное вытребовал фон барон. А потом сидел и ждал, пока его одежду прожарят. В шею из нее выведут. Рокоссовский, кстати, мылся обычным солдатским мылом. Не брезговал. В начале 43-го вся страна ликовала. Разбили гадов под Сталинградом и блокаду Ленинграда прорвали. Железную дорогу туда наладили. На этом маршруте, Шлиссельбург, Поляны. Моя подружка Зина работала. Она писала, что с уходящими на маршрут прощались, как в последний раз. Был там перегон у них такой, несколько километров на виду у фашистов. Бывало, на станцию состав горящий приходил, а локомотив весь в дырах, пар во все стороны валит. В газетах эту дорогу называли то Дорогой Победы, то Коридором Смерти. Много там наших погибло, но поезда ходили регулярно. Я слыхала, что как-то даже привезли необычный груз, сотни кошек, крыс ловить. В Ленинграде же страшный голод был. Съели не только голубей и собак, но и кошек. Из-за этого крысы расплодились, огромные, наглые. Многие считают эту историю байкой, но... Не знаю, когда в 44-м я привела в Ленинград состав с углем, то сама видела, как удивленный ребенок, увидев рыжего кота, закричал на всю улицу. «Мама, мама, смотри! Живая кошка!» Когда фронт покатился на запад, многие военачальники стали жить и работать в вагонах. Иначе не поспеть за войсками. Был такой вагон и у нашего солдатского генерала Рокоссовского. Очень его в армии уважали. Любили мы Константин Константиновича. Особенно девчонки наши, конечно. У многих даже портреты его были. К тому же был генерал из семьи железнодорожников. Отец его тоже машинистом работал. В 44-м году началась операция «Багратион». Немцы тогда уже отступали на всех фронтах, и только в Белоруссии еще сидели крепко. Ключ к победе Рокоссовский нашел в моих родных местах. В Гомельской области, в наших непроходимых болотах. Немцы удара оттуда совсем не ожидали. Пройти там было нельзя. Солдаты из местных рассказали генералу, как до войны ходили через топи при помощи специальных лыж из ивовых прутьев. Константин Константинович сутками пропадал в этих топях. В свой вагон возвращался перепачканной болотной грязью. Так вот, чтобы бойцам наступать было сподручнее, генерал приказал сделать войскам эти макроступы. Пробили наши вражескую оборону и взяли немцев в окружение. А Константин Константинович Рокоссовский после этого маршалом стал. Были среди наших поездов и настоящие богатыри. Обшитые со всех сторон бронеплитами, зенитками, пушками и пулеметами. Не подступиться к такому. Даже немецкие самолеты побаивались нападать на бронепоезда. Сбрасывали бомбы где-нибудь в стороне и улетали. Себе дороже. Весили такие гиганты сотни тонн. Иногда даже пути для них строили специальные. Настолько тяжелые были. Служба на таких поездах – тяжкий труд. Специальный отбор был. Зимой в них жутко холодно. Летом невыносимо жарко. А что там во время боя творилось, даже представить сложно. Грохот орудий. Пороховой угар. Звон от попадания вражеских снарядов. Был такой случай. В конце войны на двух параллельных путях оказались два бронепоезда. Наш и вражеский. И начался бой. А вернее, артиллерийская дуэль. Полчаса они друг в друга стреляли. В конце концов, советские артиллеристы все-таки нашли слабое место в немецком бронепаровозе. В котел ему попали. Окутался паром фашист и удрал. А наш бронепоезд дошел непобежденным до самого вражеского логова – до Берлина. Мы столько времени провели на войне, что стало казаться, так было всегда и будет продолжаться всю нашу жизнь. Ну вот, 8 мая 45-го диктор Сован-Форумбюро Юрий Левитан объявил о капитуляции Германии. Великая Отечественная война завершилась. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. В Москве салют из тысячи орудий. Я хорошо помню тот день, когда мы повели домой наш последний военный состав. Шел он по путям освобожденной Европы до станции Западной Украины. Стоял солнечный майский день. За окном все утопало в цветах. Когда отгремели победные залпы в воздух, наступила растерянность. Мы ехали начинать новую жизнь. Какой она будет? Как сложится? Не знал никто. Перед нами лежала наша бескрайняя Родина. Вся в руинах и почерневшая от пожаров. Впереди были годы восстановления страны. А поезд жизни все идет и идет. Кое-кто сошел с него. Кто-то поехал дальше. Появились новые пассажиры. Со своими вещами, цветами и песнями. Но мне иногда кажется, что в вагонах все еще неуловимо присутствуют те запахи и звуки. Я все еще чувствую дым фронтовой махорки и печальный проигрыш пробитой пулей гармошки. Глядя на вечный придорожный пейзаж, задаюсь вопросом, сколько же наших мальчишек, веселых и храбрых, остались лежать в этой траве. Из двенадцати моих ребят-одноклассников до победы дожили всего трое. А еще я помню, как поразила меня долгожданная встреча с моим папой. Когда я видела его в последний раз, он был цветущим мужчиной. Когда мы встретились снова, я обнимала изможденного старика. Хотя было ему в тот момент всего сорок пять лет. Война пыталась отнять самое ценное, что у нас было. Время. Время нашей молодости. Но мы его не отдали. Мы жертвовали жизнью, чтобы сохранить эту ценность для вас, дорогие наши потомки. Время любить друг друга. Время любить нашу великую Родину. Редактор субтитров А.Семкин